Близнецы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на июнь месяца. Посмотрим, что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И в конце расклада возьмем карта совета, что вам высшие силы советуют вам. И первая карта для начала месяца – карта звезда. Карта звезда показывает исполнение вашей желаний, исполнение вашей мечты, о чем вы мечтали, о чем вы столько боролись. Уже в июнь месяц – это вообще, близнецы, ваш месяц. Это месяц, когда вы можете куда-то поехать, может какое-то ваше желание исполнится именно уже в начале месяца июня. Давайте посмотрим следующая карта, о чем у нас говорит в начале еще, мои дорогие. Это тройка кубка, праздники, веселье, радость. Вот уже в начале месяца вы начинаете с радости. Дай Бог, чтобы у вас прошло весь месяц, мои дорогие близнецы, потому что здесь показывает, что может быть у вас будет какое-то предложение где-то отдыхать, куда-то поехать. И для вас это будет как исполнение вот этой желаемой. Давайте посмотрим следующая карта. Она на начало месяца. Четверка кубка. Четверка кубка показывает, что, знаете, вроде бы вы начинаете с радости, но у вас какая-то все-таки тоска, пустота, депрессивное состояние. Может, вы о чем-то думаете. Вы можете, вот именно, может, вот в начале, да, вроде бы есть исполнение вашей желания, да, что-то у вас исполняется, то, что вам высшие силы дает, но все-таки вы находите в депрессивном состоянии, пустота на душе. Как будто здесь вы еще не, знаете, не отпускаете что-то до конца. Хотя здесь идет, да, начинание по звезде, да. Может, не быстро, да, исполнение ваше, но она уже подходит, да. Давайте посмотрим. Следующая карта на середине, о чем говорит близнеца для вас. Это король жезлов. Король жезлов мужчины от вас требуется именно близнецы мужчины на середине месяца быть благородными, да, быть, знаете, я бы сказала такое, может, кто-то даже попросит помощь у вас, да, может, кто-то попросит от вас какой-то совет. И вот на этой, именно на середине вы должны быть благородны. Женщины, которые не имеют отношения, они могут, да, вот исполнение желания, они могут встретить такого человека, они могут знакомиться с таким человеком, да, на середине месяца. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середине. Это карта Десятка мечей. Знаете, вот почему вы, знаете, вроде бы понимаете, что вам какая-то радость, какое-то предложение, какое-то вот именно удовольствие на душе, но вы депрессируете, потому что вы пока не отпускаете какое-то предательство с прошлого, да. Это предательство может быть от какого-то с прошлого человека, да, с кем у вас были отношения. Но хотя здесь идёт исцеление, да, хотя у вас идёт, здесь как-то уходит от вас. Самое главное радоваться, да, то, что вам предлагает именно этот ваш месяц. Давайте посмотрим следующая карта. Это Двойка Пентакли. Двойка Пентакли. Постарайтесь, да, вот карта говорит о том, что баланс, да, равновесие. Постарайтесь не находиться вот в этой, да, депрессивной состоянии. Потому что если вы будете находиться в такой, вроде бы начинаете красиво, да, вроде бы с веселья, да, с исполнения жена, но дальше вы продолжаете, да, как будто вы переживаете, да, то, что у вас в прошлом, да. Здесь контролируете вот на середине месяца себя, да, вот именно ваши мысли, да, именно даже какие-то ваши шаги. Давайте посмотрим следующая карта, да, о чём говорит нам в конце месяца. Карта волшебника, карта действия, карта мага, карта мастерства, да. Вы люди-близнецы маги в своём делу. Чем бы вы ни занимались, чем бы вы ни брали, у вас это вы дойдёте до конца. Здесь самое главное то, что вы в конце месяца чётко знаете то, что вы хотите в вашей жизни, да, чётко знаете, какие действия вы должны сделать. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта пятёрка Жеза. В конце месяца могут быть люди, да, которые могут быть конфликтовать с вами, да, могут быть специально вывести вас на эмоции, да, посмотреть, да, как вы будете реагировать. Поэтому в конце месяца стараемся, радуемся, что нам высшие силы даёт, да, ни с кем не конфликтуем, да, ни с кем может даже, если будет такие ситуации, да, постараться уходить, да, от таких людей. Давайте посмотрим следующая карта. Карта совета, что вам же высшие силы советы для вас. Карта восьмёрка Кубка. Восьмёрка Кубка говорит о том, что отпускайте своё прошлое, да, дайте возможные возможности, да, делайте какие-то действия для начала чего-то нового. Может быть, даже здесь вы сами с собой конфликтуете, да, вы сами себе за что-то казните, да, с прошлого каких-то предателей, где у вас была пустота на душе, да, когда вы депрессировали, да, просто контролируйтесь, да, были, да, даже разочарования, болезненные ситуации в прошлом, вот именно в июнь месяце, радуйтесь, что это ваш месяц, да, радуйтесь и отпускайте своё прошлое. Не всегда, да, высшие силы могут нам дать люди для того, чтобы мы чему-то научили. И мы должны даже тем людям с прошлым быть благодарны, да, что мы прошли какие-то уроки, да, которые нас к лучшему привели. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для речи о раскладе обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новое видео, подписываемся на YouTube-канале.